Всем привет! Сегодня рисуем кокер-спаниель тремя цветами. Нам понадобится акварельная бумага, краски, карандаш, ластик и линейка пожеланий. Собаку зовут Бакс. Это для заказа. Но так как у меня у самой был кокер-спаниель палевого цвета, я тоже с удовольствием его буду рисовать с вами. Бумагу я использую самую простую, акварельную, плотностью 200 грамм. Называется рыбачка, можно найти в любом магазине. Она достаточно плотная, рыхленая, хорошая у нее текстура. Поехали! Отставляю планшет и начинаем. Начинаю с головы и повторяю рисунок самой собаки. Начинаю со лба, лобная часть вступающая, часть глазниц. Потом перехожу к носовой части. Сразу часть глаз нарисую. Тут же я могу, смотря на рисунок, перерисовать ушки пьющиеся. Успаниелей они свисающие, милые, кудрявые. Глазницы. Сразу прорисую глаза со зрачками. Параллельно этому глазу идет второй глаз. Так, он такой миндалевидной формы. Немножко. Вот они, видите, параллельно друг другу. Они должны быть, заметьте, одинаковые. На одинаковой высоте и одинакового размера. Для того я провела эти линии. Я их сотру для своего же удобства. Впоследствии. Нос большой, знатный. Нос 3 сразу прорисую. И удлиняющую его часть. Необычно идет. Немножко тут закругляется треугольной формой. А под ним еще. Как вторая его часть. Треугольная. В общем, закруглю нос 3. Так, теперь губы свисающие. Висят эти губы. Пес забавный. Такой шаловливый, шустрый. Как и все охотничьи собачки. Много про него наслышано. С удовольствием его рисую. У меня был точно такой же, только нос у него был не розовый, а черный. Так что, и звали его Кристофер. А это Масбакс. Так, губы прорисовала. Брови над... Эти дуги, да? Над глазами. И теперь поясок. Ремешок. На шее. Один на другой находит. И входит вот в эту собачку. Так. Теперь рисуем тело, грудку. И сразу же ножки. Ножки идут на нас. Лежат. И вторая нога также. Он сложил аккуратненько их параллельно друг другу. Так. Теперь задняя часть, она будет заметно меньше. Заметьте, пропорция и геометрия так устроены, что уменьшается к точке горизонта. Линии с ходу горизонта уменьшают пропорции. Поэтому они чуть меньше получаются. Теперь. Ножки прорисовали. Карандаш мне больше не нужен. Я возьму ластик и уберу очень насыщенные, жирные линии простого карандаша, потому что я буду писать светлыми красками. Они не перекроют серый цвет грифеля. Поэтому я немножко их приглушу. Они вам все равно будут видны. Но потом, впоследствии, они не будут портить всего рисунка, потому что это все-таки подарочный образец. И можно постараться сделать его как можно аккуратнее. Так, понадобятся мне краски. Эти у меня акварельные. Невские. Невская палитра. Вот. 24 цвета у меня. Я сейчас взяла ухру темную. Прорисовываю радужку глаза. Вокруг. Я всегда почему-то начинаю с глаз, когда пишу собак, а от них потом иду. Английскую красную я введу во второй глаз, его радужку рисую. И она будет чуть светлее, поскольку первый глазик, он немножко в тени. И так как собачка у нас развернута в три четверти, он не так четко будет прорисован, как глаз ближе к нам. Беру английскую красную, опять же, этот же цвет. И прорисовываю объемную часть, пологую часть носа. Все, жду пока высохнет и продолжаю рисовать глаз. Зона вокруг глаз немножко красноватая у бакса. Поэтому я также беру английскую красную и рисую эту зону. Так, дальше. Темно-коричневым, уже подсохл глаз радужкой, я прорисовываю зрачок. Можно впоследствии будет его утемнить, но пока что беру темно-коричневый или темную сепию. Так, обвожу радужку тонким контуром. Посмотрите, какая у меня кисть. Я в этот раз пишу не натуральными кистями, не натуральным ворсом, а синтетикой, так как много проработок будет. И тоненькой кисточкой. Кисточка нейлоновая, синтетика номер 3, с заостренным кончиком. Это очень важно. Так, теперь пишу охрой темной зону под пологой частью. Прописываю ее. И смотрите, я сразу же высветляю зону возле ноздри, потому что там тоже объем. На него попадает свет, и там чуть светлее, чем основная зона. Я просто ее туда добавляю либо больше воды, либо можете, если уже прописали эту зону, просто сухой кистью вот так пройтись. И получается, вот видите, уже объемный носик. Нос у собачки такой, да, пупырышку. Поэтому я сразу проставляю точечки по розовой его части. Так, беру чистую охру золотистую. Этой охрой золотистой я начинаю проходиться почти по всей зоне собаки. Утемняю в зоне между провок, усветляю в зоне носа. Как это делается? Более насыщенный цвет, где темно, более разбавленной водой, где светло. Работаю только охры пока. Под носом чуть-чуть темнее. Водянистой охрой уже к краю подвожу. Добавляю, видите, я уже почти сухой кистью работаю. По щечкам перехожу. Ну и, соответственно, опять перу охру эту же. И прохожусь чуть более насыщенным под глазами. И добавляю больше воды в лобной части. Баксом. Ушко точно так же. Охра. В данном случае я сейчас добавляю немножко голубого в охру. Потому что палевый цвет, это не просто охра. Он как пепельный, да, блондинок. Вот. Он немножко холодный. И на ушах у собаки чуть холоднее этот цвет. Поэтому добавляю голубой. И опять же, уже, видите, разбавила прям хорошо водой на палитре. Охру с голубым. И... И я ее прохожусь по нижней части грудки. Чуть темнее. Уже добавляю ухру темную. Она у меня находится раз, два, три. Третий ряд. Третий столбец. Да. Третий ряд. Второй ряд даже снизу. Вот такой цвет. Для вас он будет светло-коричневый. Я им прохожусь по грудной части в теневой его части. Ну, и холодный опять же тот же замес у меня. Охра с голубым я по светлой его части прохожусь. Здесь же этим же цветом уже намечаю немножко ворсинки лапок. Беру уже темную охру и ею наношу цвет. Прям плоско. Прохожусь им. Ухра темная по спинке и задним ногам собачки, которая сложила их одна на другую. Ну, эта поза достаточно удобная для собак. Поэтому не буду рассказывать, что и как, почему так легла и почему я так пишу. Но лапка, которая под первой, да, она еще темнее. То есть я добавила уже коричневый. Видите, уже это четвертый ряд у меня в красках. Он еще более темный. И этим же темным я пройдусь по теневой части шейки бакса. Поскольку голова впереди выступает, шея немножко глубже, она всегда будет темнее. Так, еще зона губ тоже вся у нас в тени. Поэтому смело ей тоже темно охру. Потом мы уже подробности прорисуем. Единственное, сейчас я высветлю сухой кистью отжатой. Ну, этого пока недостаточно, но сейчас это так. Дальше, сейчас немножко поправлю. Опять беру темную охру и прохожусь по скуловой части собачки и возле носа. Зона, она в тени. Вот такой треугольный получился. Так. Вот такая форма, да, получается у нас. Можно смело просто повторить ее. Так, мазок здесь и здесь над бровными дугами. Это у них такой всегда хмурый немножко взгляд. вид, поскольку бровки наступают. Вот, немножко разбавляю водой. На лобную часть, туда, к затылочной. И еще раз темной охрой над глазом делаю его объем. Здесь есть мазок. Височная часть. Я, видите, кладу мазки по объему. Так мы можем одной краской добиться объема буквально за несколько мазков. Опять этот же цвет, темная охра, я долго буду применять. Так, перегородка носовая. Тоже в тени добавляю охру. Немножко голубого добавила в темную охру. И пройдусь вот эта зона от глаз. Смотрите, как мазок в ладу. Я направляю движение кистью. Тем самым я углубляю глаз. Охрой пройдусь. Опять же это. По перегородке. Чуть темнее в зоне между бровями. Делаю такие штрихообразные мазки. И зона под носиком, она тоже более темная. И немножко высветляется к щечкам. Вот я ее, видите, на нет. И свожу градиентом, сухой кистью, убираю лишнее. А где не ушло, я оставляю этот цвет. И просто подчеркиваю волоски. Утемняю зону губ. Это как фильтр, да? У нас у собачки тоже есть. Так, ушко выделяем темно-коричневым. Прохожусь прямо по зоне объема уха. И тут же прорисовываю волоски. Ушки на концах у спаниелей кучерявые, вьются. А в начале ух роста, да, они более гладкие. Вот мы это сейчас и покажем. Вглубление немножко в ушах получается. Они как волной лежат. И делаем здесь тоже ох раз голубым. Второе ухо тоже прорисовываю волночки. Этим же цветом я могу теперь пройтись в тени под ушами. От ушей тень ложится на мордочку. Поэтому делаем ее более насыщенной. Вот. Теперь можно еще прорисовать на ушах волоски. Этим же цветом. Потихоньку начинает прорисовываться мордашка с ушами. Теперь опять под губами нижняя челюсть прорисовываю. Несколько заломов темно-коричневыми пишу их дальше. Опять возвращаюсь к глазам. Рисую глазки. Глубину глаз, к слизняку, ресничный край. Они, видите, немножко прикрыты верхним веком. Века тоже с ресничками. Сразу прорисовываем. Английскую красную немножко беру. Поскольку там нижняя века немножко спущена от основной роговицы. От глаза. И она такая красноватое. Вот мы его и прописываем. Так. Прорисовываем. Верхнее веко. Глаза, который уходит за носом. Так. Теперь добавляю темно-коричневый. И еще выделяю. Вывожу на передний план. Зрачок. Нашего красавца. Теперь вокруг глаз, как я говорила, там немножко красноватая зона. Розоватая. Я английской красной провожу вокруг. Теперь охрой. Темной охрой выделяю, отделяю носовую часть, выступающую с губами, да, от уха. Теперь темной охрой я прорисовываю дуги, да, надбровные. Они в тени, поэтому более насыщенным коричневым прохожусь в этой зоне. Мазки кладу опять же по форме. Теперь сами бровки тоже немножко прокрашиваю светлой охрой. Немножко волосков по зоне. Волосками я задаю направление щеки, да, как и что она уходит вниз. Теперь темная охра на носовой части. Утеняю, увожу ее вглубь. Там темнее, и этой же темной охрой я прохожусь, видите, такими штрихами, прорисовываю волоски в зоне под носом. Там темнее эта зона, поэтому активника не спешите, чтобы небольшие были штрихи, а очень аккуратненькие, маленькие. Щечку выделяю свисающую, она мало того, что свисает, еще так немножко подвисает в сторону. Вот я тоже направила ее. Теперь височную часть выделяю темной охрой. И этим же цветом, видите, все, что осталось уже на кисти, я прохожусь над бровями и теменной части. Там темнее, чем везде. Еще немножко волосков прорисую возле глаз. И опять же этим цветом я везде, где могу, пройдусь, поскольку он такой средней насыщенности. И охра вроде разбавлена водой, но все-таки она видна очень аккуратно, нежно. Эти волоски на камеру, скорее всего, будут не видны, но на самом рисунке они будут видны. Когда проработан рисунок в мелочах, очень заметно и очень красиво. Так, ноздри темно-коричневым прорисовываем. Заполняю зоны эти белые. Все, вот у нас носик почти готов. Чуть темнее сюда. Взяла прям светлый как-то. По центру полосочка. Да, у них носик разделен на две части. Темно-коричневым провожу. Вот этот объем делаю. И с одной, с другой стороны. И под ним зона, как вторая, да, носа. Так, вот он, объемный носик. Тут немножко. Оставляю место возле ноздрей. Видите, оно тоже светлое. Ну, а сверху немножко затеняю уже. Очень аккуратно, тонкой кистью работаю. По объему пройдусь. Немножко высветлю вот эту часть. Объема будет живее смотреться. Еще пройдусь. Еще пройдусь. Обведу кое-где носик и волоски. Вокруг носа они там тоже есть. Выделяю зону. Носовую. И теперь глаз. Хочу край. Надо обрисовать. Пока оставлю. Еще утеню. Выделю на передний план. Выведу ушко. Обведя его край. Темным. И зону надбровками. Между бровками. Выделю. Да, вот эти надбровные дуги. Они такие объемные. Переходящие в череп. Черепную часть собачки. Тоже там пройдусь. Дам объем. И вот зона бровей такая. Они такие у них спущенные. Имеют складки. Еще складочек. Вот она. Так. Я не выпускаю тонкую кисточку из рук. И продолжаю ей работать. Уже я прохожусь более темные части. Я также беру темную охру. Прописываю более темные волоски. Кудряшки. Такие они идут. Волнистые. Чуть темнее. Опять. Это же темный охру. Теперь прорисовываю ею под щеками. Под губами. Нижнюю губу. Штриховыми такими мазками. Вытемняю зону. И фильтр тоже чуть темнее под носом. Еще пройдусь. Зона перегородки. И возле носа. Так. Прорисовываю. Волосики кое-где. И обвожу светлой, можно сказать, разбавленной темной охрой. Как контур немножко делаю вокруг брови и лба. Голубой охра. Я теперь пройдусь ей по ножкам. Которые лежат. Они лежат на диване. Но я диван не буду сейчас писать. Это не столь важно. Потом можно любой фон для собаки. Хоть на песке у моря. Хоть на любой скатерти, травке, муравке. Кисть прямо из рук выпала. Как спешит, а кто-то ко мне. Надо быть аккуратнее. Ладно, это водой можно замыть. Так, дальше. Объем делаю. Если у вас случаются такие кляксы, вы просто их водой замываете. Может не с первого раза. Но потом она уходит. Аккуратно, не тритесь сильно. Вот это место, чтобы не затереть, дырку не сделать. Очень аккуратно. Желательно даже не синтетической кистью. А именно этой белочкой какой-то натуральной. Так, видите, что я делаю? Я охрой темной. Прохожусь где-то темнее, где-то светлее по зоне грудки. Так. Чуть затемняю ее в объеме. Волоски прорисовала на грудке. На лапках. Прям такая интересная здесь кладка волос. Идут крупные такие загоголины завитки. По длине поперечные. Да, такие красиво очень лапки. Выложены. И здесь аккуратненько, с этой стороны. У меня крупная кисть. Тут прорисовки сильно не потребуется. Сразу охрой. Чуть добавлю воды. И прохожусь по этим завиткам. Так. Теперь чуть утемняю зону. Там как складка идет. Под шеей. Вот. И ушко тоже пройдусь этим же цветом. Тень от него. Сделаем. Теперь ушки у нас на передний план вышли. И немножко пройдусь еще сделаю складочки. Шерсть. Там мы имитируем шерсть. Этими мазками. Где так раз. Раз. Здесь. Там сделала. Чуть темнее. Я все больше и больше на тон. На тон, на два. Утемняю зону. Тени. Но не сильно. Не сильно насыщенным цветом. Не хочу работать. Поскольку собака все-таки светлая. Палевый цвет. Он светлый. И много контрастов я не приветствую. Конечно. Здесь. Только в зоне. Где складки. Теперь коричневым. Темно-коричневым. Прохожусь еще кое-где. Видите. Я этими мазками. Вроде как бы рисую. Эту. Шерсть. Но в то же время я задаю направление. Лапкам. Что они идут немножко вниз. Они не плоские. Да. У них есть объем. Я всегда стараюсь класть мазки по объему. Так. Немножко голубого. Добавлю. С коричневым. Так. Сейчас я перехожу к ремешку. Он вообще-то черный. Но так как черного в акварели не существует. Вот. И у него есть свои оттенки. Особенно на свету. Я пишу синим. Как индика. Да. Коричневый синим. И прохожусь по его плоской части. Белая у нас остается его толщина. Вот. Добавляю. Так же я перехожу и продолжаю его ближе к ушкам. Ну и так тоже самое делаю с ошейничком. Дальше. Ребят, я благодарна, что вы подписываетесь. Рада видеть всех новеньких на своем канале. Пишите комментарии. Предлагайте свои идеи, чтобы нарисовать. Мы будем вместе творить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова